Приветствую всех дорогие друзья Для вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ И сегодня у нас флот надзор Поговорим о резервном эсминце Японии О IGN Муцуки Ох, если бы я недавно рассматривал этот Муцуки До того как поиграл на британцах Я бы такой, ой фе, что это, как это И поиграл на некоторых других кораблях Но теперь я считаю, что это один из лучших эсминцев Который представлен вообще в принципе в игре С точки зрения резервных вариантов У Муцуки есть все для того, чтобы быть классным Кроме одного, это выживаемости Но поверьте, выживаемости нет ни у одного резервного эсминца Как такового, они все сделаны по канону Вы маленькие, слабые и беззащитные Но на самом деле у Муцуки есть все остальное Для того, чтобы рвать лица вражеским Даже, возможно, крейсерам, тут как повезет Ну, зачастую вы воюете именно против эсминцев И с ними тоже нормально справляетесь Давайте же переходить к тому, чем располагает Муцуки Первое и основное, это главный калибр У нас 4 120-мм орудия Удивлен, что 120-мм Это довольно неплохой вариант Потому что есть и 102-мм орудия Например, у тех же самых британцев Или 114-мм Которые стреляют, не знаю чем Наверное, с прессованным чаем Пуэром Или чем-нибудь типа того У японцев 120-мм вполне себе Понятные и довольно мощные В фугасе там 2 килограмма взрывчатки И учитывая, что стволов 4 Эсминцы противника отлетают довольно бодро Есть ПБшки Которые тоже практически 2 килограмма взрывчатки в себе несут Возможно, имеет смысл использовать даже их иногда Разницы по взрывчатке нет Но пробивают они больше Хотя против эсминцев воевать Ну вот какой смысл У них все равно нет никакой брони И, в общем-то, здесь больше сказать-то особо нечего Поскольку баллистика нормальная 850 метров в секунду скорость полета снаряда И все, перезарядка тоже довольно адекватная Для калибра, по крайней мере, этого вполне сойдет В моем случае получается 6,2 секунды В топе будет 6 Так что довольно шустро для такого калибра Также хотелось бы отметить, что у нас есть очень-очень-очень Приличное торпедное вооружение Наверное, лучшее торпедное вооружение Среди всего, что тут представлено на этом боевом рейтинге И это 12 торпед тип 90 Которые идут на дистанцию аж в 15 километров И с максимальной скоростью в 65 километров в час И они довольно мощные Да, надо попасть, конечно И зачастую приходится полагаться чисто на спам торпедами Торпедные аппараты представлены у нас двумя штуками Один в носовой части корабля, другой в задней Но углы пуска у них у всех отвратительные Приходится полностью повернуться бортом Для того, чтобы пустить торпеды Поэтому в горячке боя, скорее всего, у вас Такой поворот не прокатит Но при этом, если вы просто проспамите куда-то в сторону респауна Если там нет островов Вот на таких картах Муцуки был бы идеальным вариантом Все-таки 15 километров в дальности хода И, в принципе, с адекватной скоростью Это очень даже неплохо Потому что другие резервные кораблики таким далеко не обладают Возьмем, например, Фрунзе У него торпеды идут на 6 километров И еще и со скоростью меньшей Британца Таун рассматривать даже стыдно, наверное Потому что у него торпед всего 3 Идут они на 6,4 километра Что тоже не очень-то далеко Максимальная скорость, правда, у них повыше Ну, то есть, в любом случае Японец, на мой взгляд, в этом плане прям очень хорош И, в принципе, наверное, все японцы Очень неплохи по торпедам Такая особенность нации ПВО нет По сути, два мелкашных пулемета И больше тут рассказывать про вооружение нечего Ничего больше не существует Бронирование Здесь тоже ничего интересного Есть только противопульная броня У основных орудий ГК По 15 миллиметров все остальное Это отборный картон 15-ти миллиметровый Это и корпус, и надстройки Поэтому живучесть довольно низкая Экипаж всего 148 человек Что тоже очень немного Но при этом есть отличная Отличная подвижность 84 километра в час У нас скорость хода Естественно, это позволяет нам быстро Добраться до того места, куда нам надо Так что, по итогу, этот эсминец очень неплох Нанесет очень приличное вооружение Как торпедное, так и основное И обладает очень даже серьезной скоростью У эсминца, по-моему, это главные показатели То, что нет брони Ну так ни у какого другого эсминца По сути-то и нет брони Если сравнивать с его более старшими собратьями То, ну да, конечно Тот же самый какой-нибудь, не знаю, Аянами Будет куда веселее Но у него и боевой рейтинг выше Причем довольно существенно 4.0, вы будете попадать в совершенно другие бои И, кстати говоря У Аянами очень низкая скорость Что, в отличие от того же Муцуки Будет серьезно мешать Эсминец со скоростью менее 60 километров в час Даже не смешно Ну, ладно Тут сравнивать-то, наверное, больше и не с чем На мой взгляд, это лучший корабль Резервный, который вы можете себе взять Я, правда, еще не пробовал Немецкий Леопард на 3.7 И, возможно, я потом про него также скажу У него, кстати, еще меньше экипажа И, возможно, я такой буду потом плеваться Но, тем не менее, у него тоже есть Довольно серьезные 128-миллиметровки И очень быстрые, хоть и короткие торпеды Ну, короче, мы посмотрим Когда я до него доберусь А пока, на мой взгляд Японец топчик И, несмотря на то, что это резерв Поиграть на нем будет вполне весело Так что не примите Возможностью воспользоваться Ну и на этом буду заканчивать видео Пишите, что думаете по поводу Муцуки И флота в комментариях А я пойду пилить для вас новый контент Всем удачи и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok